В Туле встретились участники экспертной группы по разработке стратегии развития малого и среднего бизнеса. Это уже вторая встреча, и она прошла на выездной площадке в музее-экспериментуре. Это еще молодой, но уже успешный бизнес-проект. Какие предложения в стратегию региона планирует нести его учредитель, а также другие члены рабочей группы, расскажет Любовь Зикункова. Здесь можно стать частью электрической цепи, увидеть, как плазменный шар реагирует на электромагнитное поле человека, и без всяких усилий поднять товарища, сидящего на стуле. Работа экспертной группы по развитию малого и среднего бизнеса начинается с экскурсии. Учредители экспериментории рассказывают о проекте. Сегодня музей посещают от 5 до 10 тысяч человек в месяц. Здесь отмечают детские дни рождения и выпускные. Два года назад, когда Алексей Давлечин только собирался открыть музей занимательных наук, в проект никто не верил. Мы общались с большим количеством людей, пытались рассказать, что это будет и как. На нас не очень, нас не до конца понимали, что это будет. То есть, не понимали, какой-то музей, каких-то наук, какой-то интерактивный. И в целом, как бы, картина ни у кого не складывалась в голове. Но на сегодняшний момент, ну, нам кажется, мы, как бы, очень популярное место в Туле. Экспериментория, музей занимательных наук, оказался в тренде. Большое внимание сегодня уделяется развитию дошкольного, а также технического образования детей. Такие площадки, как эта, соответствуют обоим требованиям. В этом году в Тульской области должен открыться Кванториум, детский технопарк. Алексей Давлячин на экспертной группе предложил работать в согласии. Например, производить оборудование и заниматься подготовкой сотрудников. Ведь такой опыт и у экспериментория уже есть. Звучат на встрече и другие предложения, например, в области производства молока. Необходимо создать сеть молочных производственных кооперативов с тем, чтобы повысить количество продукции качественной, которая должна доходить до массового потребителя. К сожалению, у нас большая проблема не с количеством, а с качеством продукции. Рассмотреть возможность создания в Туле центра по изучению потребностей крупных предприятий, например, в резиново-технических изделиях или упаковке. Чтобы поставлять эти предметы, могли не иногородние организации, а тульские предприниматели. Еще одна идея — создать крупный выставочный центр, на базе которого бизнесмены смогут представлять свою продукцию. В центре должны проходить тематические выставки, например, посвященные инновационным технологиям. Кстати, принять участие в формировании программы развития региона может любой желающий. Сделать это можно на сайте 71.тулорегион.ру. В Музее занимательных наук есть экспонат, знакомый многим со школьной скамьи — рычаг, с помощью которого любой сможет поднять тяжелую гирю. Архимед впервые дал письменное объяснение его действию. Он говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Для предпринимателей такой точкой опоры может стать программа развития региона. Любовь Зикункова, Дмитрий Бочаров, Первый Тульский. Напомним, принять участие в формировании программ развития региона может любой желающий. Сделать это можно на сайте 71.тулорегион.ру.